Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 14 марта. Вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании Fibagroup. В студии его ведущая Марина Нестерова. Валютная пара евро-доллар. После аномального укрепления накануне активность покупателей снижается, но продавцы остаются пассивными. Это может указывать на ожидания участниками рынка результатов голосования поставки ФРС США, релиз которой запланирован на среду 16 марта. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущества продавцов, так как открытый интерес продолжает увеличиваться при ослаблении котировок пары. Но так как в этот момент объемы торгов сократились более чем на 50%, увеличивается риск неопределенности. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней все еще удерживается значительно выше средних значений за месяц и полгода, поэтому следует ожидать снижения торговой активности в краткосрочном периоде. Покупки могут быть актуальны лишь от уровня поддержки 1.11.00, но с ограниченными рисками, так как остается потенциал развития более мощного снижения. А сейчас перейдем к паре фунт-доллар. После двухдневного ралли активность покупателей заметно снизилась, что увеличивает риск развития коррекционного снижения. При этом общее настроение рынка остается бычьим. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество продавцов, так как по мере укрепления котировок пары открытый интерес сократился на 0,2%, при снижении объемов торгов более чем на 50%. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней удерживается в пределах средних значений за месяц и полгода, но учитывая низкую насыщенность новостного фона, волатильность торгов может снизиться. Покупки по рынку нецелесообразны, в то время как пробой поддержки 1,4300 укажет на смену краткосрочных настроений. Перейдем к паре доллар США – канадский доллар. Снижение цен на черное золото оказывает поддержку котировкам анализируемой валютной пары, но слабый доллар США не позволяет котировкам пары развить более мощное укрепление. Открытые позиции трейдеров все еще указывают на преимущество продавцов, так как открытый интерес вырос на 1,9% при ослаблении котировок пары, при этом объемы торгов сократились на 24,5%, поэтому рассчитывать на активное ослабление пары не приходится. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней все еще удерживается значительно выше средних значений, что указывает на потенциал снижения торговой активности в краткосрочном периоде. Продажи могут быть актуальны от уровня сопротивления 1,3300. Так как экономический календарь не содержит публикаций важной макроэкономической статистики, волатильность торгов может оставаться ниже средних значений. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы «Фокус рынка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова